С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, Господу миров, мир и благословение его посланнику, его семье и с подвижником. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракатух. Братья и сёстры, сегодня мы с вами снова рассмотрим очередную тему, которую Аллах затронул в Коране. Коран – это такая книга, из которой пользу черпать можно бесконечно. Так много всего в Коране, что у читающего его не остаётся никаких сомнений, что он именно от Бога. В Коране отражена сущность Бога, причист он Всевышний. Коран прекрасен, как и Аллах. Коран – это речь Аллаха. Коран не сотворён. Это извечная речь Аллаха. Сегодня мы с вами поговорим о опознании всемогущего великого Аллаха. Во всём Коране вы не найдёте аята, в котором бы Аллах говорил «такова моя сущность». Вы можете познать мою сущность. Мы не можем познать сущность Всевышнего Аллаха, пока в вечную жизнь не попадём. И там Аллах даст нам возможность увидеть Его, услышать Его, поговорить с Ним. Всё это в вечной жизни. А в этом мире Всевышний Аллах дал нам множество возможностей понять, что Он существует. Например, Аллах говорит «посмотрите на небо над собой, которое я создал». Казалось бы, что такого? Но небо, мы его каждый день видим. Что особенного-то в нём такого? Но нет. Вот подумайте о небе. Например, Аллах говорит «видишь ли ты какую-нибудь трещину?» Это Аллах говорит в суре «власть». Аллах говорит «взгляни ещё раз и ещё раз». Трижды Всевышний Аллах говорит «взгляни». Это в начале 67-й суры Мульк. Аллах говорит «в творении милостивого ты не увидишь никакой несообразности». Вот, например, посмотреть на человека. В нём есть такие свойства, как ярость, гнев. Эти вещи Аллах в человека заложил как механизм выживания. И то же самое и в животных Аллах заложил. В разные другие творения. То есть, это система. Или посмотреть на растения. Они, конечно, отличаются друг от друга. Цветы отличаются. Другие растения друг от друга отличаются. Фрукты отличаются. Но Всевышний Аллах установил в них плюс-минус одинаковые механизмы. Фотосинтез. Как они растут. Как они развиваются. Из чего-то маленькое во что-то большое. Причист великий Аллах. Наш Создатель всем этим показывает нам своё величие. Вот смотрите. Взять семечко. Сначала из него вырастает маленький росточек. Это уже потом из него. Другие ростки вырастают. Дальше ветви и так далее. Но сам вот этот первый росток, он как бы символизирует то, как мы вверх поднимаем палец и говорим свидетельству, и нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Он един. И я никого не предаю ему в сотоварищи. Он един. И вот так, словно каждый росток выходит с шахадой. Каждый росток словно свидетельствует, что Аллах един. Он един. И если рассмотреть механизмы развития каждого растения, в этом опять же видна система. Это видно и невооружённым взглядом, а уж те, кто изучает предметно биологию, они видят, что нет в этом всём никакой несообразности. Даже вот взять динозавров, сравним их с современными животными. У них тоже лапы, тоже голова, тоже зубы, тоже челюсть. То есть, опять же, один и тот же механизм, который Всевышний установил своим творением. И те, и другие создал единый Аллах. То есть, Всевышний оставил свой след в своих творениях. Один и тот же схожий молекулярный код Всевышний Аллах заложил в свои творения. Со схожими механизмами. И всё это указывает на одного создателя. Субтитры создавал DimaTorzok